добрый вечер друзья мы снова вместе прошу на меня не обижаться мне сама судьба подкидывает такие темы что я хватаюсь за голову вот сейчас несколько минут потрачу на это потому что не пугайтесь этих таких секунд не пугайтесь форму вас почти не касается я что хотел сказать дело в том что вы знаете не хочется из грязи вышли как говорят академики и дальше что будет вспоминайте амара хаяма вот это вот изящная смысл стиха это изящная амфора сделана из глины которая когда-то была прекрасной шейкой красавицы грустно да так вот мне бы хотелось чтобы все таки мы не верили в бога мы почти никто не верит а знали что он есть смотрите я просто раз рассказывал сейчас мне судьба подкинула вот это вот двухминутный разговор и так значит получается так что сила тяготения на луне если верить тетушным людям больше чем она теоретически то есть на самом деле она больше это определяется очень легко вспомните что там космонавты американские парили буквально подпрыгивали летали это все легко считается но и так хорошо пишет самую теорию а теория такая да плотность луны то месте который повернута к земле больше обычно значит противоположное конце земли у нас находится пустота осталось только посмотреть что там внутри то есть я еще лишь раз хочу сказать коротко короче не бывает это искусственное создание масштабы поразительно несовместимы с нашими возможностями мы сами не более чем эти самые муравьи которых мы уничтожаем а вот для внешних сил вот это я вам скажу да вот это факт если все это правда если кто-то все это измерил значит конечно как всегда железов первый догадался вот вот этот феномен этого не может быть никогда то что повернута луна одной стороной получает простое объяснение эффект в антистанте по железову спасибо тому кто догадался провести измерение вот меня поздравьте все как у мюнхгаузена правда мюнхгаузена врагом называли вот а я пытаюсь доказать что все это правда вот каждый это там расписали подвиг теперь смотрите сюда дальше вам ближе к теме но своеобразно очень мы живем в рядном мире посмотрите на эту красавицу на ее голый зад и учтите я не распространитель порнографии эту книгу я взял сфотографировал в библиотеке еще раз говорю это не порнография это жизнь вот такие книги нам нужны а здесь она символизирует нас садоводов людей с голым задом дело в том что я сейчас вы поймете о чем пойдет речь я хотел сказать что я уж выбрал симпатичную женщину симпатичный зад почему ну не то чтобы вас развлечь но представляете что я делаю селфи снимаю себе штаны туда заворачиваю туда руку и фотографирую свой голый зад сейчас поймете почему насколько все грустно и так читаем это было мне в одноклассниках написано вот сейчас поймете насколько все обидно мрачно грустно здравствуйте скажите да и важно это все пожалуйста потом пойдут советы но богоискательская тема это тоже богоискательская скажите почему не поддержите свой друга учителя броскова или вы больше не друзья предложение вы же знаете друзей бросать беде нельзя сами ненарока можете оказаться в такой ситуации уже оказался я про голый зад про свой но я уже такой выбрал все-таки не свой но символы поняли кто-то раздел видимо ограбил от нас тоже ограбили не мое конечно дело на вашем месте я подумал о своей карме спасибо опарина жанна что вы так беспокоитесь о моей карме ладно значит конечно давление сразу мне так обидно обидно кстати я буквально несколько минут назад получил могу показать я могу не показывать обычно письмо там написано что я потратила 1200 рублей значит она выписала 40 кольчик зашло то ли 3 то ли 5 короче говоря она меня сосчитала захватушек мы будем проходить эту тему сегодня же вот еще и сделал я сейчас напишу вы мне на меркальчик я высылаю деньги обратно а куда деваться то доказать и что не вам не делай и и что из этого мешка косточки у сергея всходит и 195 что толку и вот значит моя карма карма понятия широкая она не одна такая она и сотни двое-три всегда подумают что я их обманул можно сказать да не по качественной кошки выслал раз не взошли вот но об этом и чуть позже и так значит я отвечаю это очень важная тема сказать почему дело в том что за два дня до этого примерно четвертого числа примерно не помню какой в начале недели я позвонил дозвонился на броска почему уже не выходит на связь почему по скайпу он залежит не может компьютер включить я говорю давай сейчас начнем опять люди помогут вот ну такие я же как думал когда она мне вот так вот письмо то было вначале это ну чё наверное человек помог но и зло взяло что если броски мой учитель ну наверное я плохой человек вот она видимо выслал она видимо вместо меня взяла ну и зло и взял вот чё ж такое ученик предателя она значит ну чё и сделал броски поговорил я до два дня не зная про это письмо не вздумает никаких помощи никому не проси не призывай я это он гордый мужик тогда искала василич я беру на себя другую обязанность я еще раз напомню что ты юрий василич сидишь на огромном не ну то есть на мешке с косточками как на золоте цена им настоящие миллионы долларов вот что я с я я призываю людей купить у тебя косточки этим спасти это ты купишь лекарства там дрова и еще это жена тяжелейшем состоянии дочь ребенок тяжелейшем состоянии вот если что он посчитывал вроде уговорил что это некому не физически там нет наших людей в этом дальнереченске вот близко кто бы мог помочь хотя бы если заказы будут ну как заказывал на моем сайте его сайт вот сами знаете найти легко написать переход на он уже и даже даже самое страшное что если вы напишите высвете косточки я заплачу что он еще не сможет услышать лучше страшно но я мое дело было озвучить я сказал я тебя не слушая скажу то что сказал но так как опарина жанна выступила моим судьей моральном смысле видимо она вот я и написал просьба сообщить о вашей помощи броска мой конкретно но она мне по морде можно сказать снова пишу хочу сравнить ответ держитесь за стул вот просьба сообщить о вашей помощи бросковой конкретно но это и ладно повторился потому что она молчала ладно пишет внимание человек который стал моей судей и вашим судей друзья я же не один помогал я вообще-то посторонний человек из чего ради я должна поддерживать его он мне никто и ничего для меня не сделал такого чтобы его поддерживать жанна я понятно но вы не судя вы ему не поможете копейки не вышли я понимаю но это он вам ничего не сделал для садоводства сделал вы понимаете а ваша жалость она грошалом у него не стоит что вы пишете пропадать когда пропадает вот я знаете что я хотел ответить я хотел рассказать на что я потратил деньги вот я хотел рассказать про тех этих ребят замечательных вот я уже не говорю о тех кого я спас от аборта это страшная вещь или там одесского дома вот потом решил не буду вызывать у вас слезы все вот с этим все теперь вот ради этих детишек да ради вот этого вот всего я просто хочу продолжить эту тему понимаете они кругом такое предательство страшное невыносимое фейк ведьм на самом деле вот я вынужден немножко повториться почему дело в том что я попробовал все все публикуется известные ведущие ттт там дачные всякие передачи вот и в то же время они занимаются дурью и дурь натуральная изувечья дерево потом начинает это ухаживать за ним уход страшный понимаете а у меня сейчас вы поймете вот это будет иллюстрация почему я вынужден вернуться сейчас скажу очередное подвиг да но он теперь не наш и так вспоминаем нет не так начну с другого я включаю опять этот телеканал наука 2 и смотрю фильм опять я их не смотрю и они мне просто всегда экран работает а иногда крайму хочу это услышал услышал по моему голландию еще проворонил этот момент какая страна проделана а заметьте вот у вас есть свой оракул это железо лир константинович а теперь послушайте на это голландских оракул и сравните и кто раньше у кого и где наши караул эти самые кукареку царству лежа на боку академии наук что они сделали друзья мои ведь это очень важно это есть основа садоводства это краеугольные камни мы с вами разбираем единственное что я горжусь что я россиянин вот вот свое время никуда не уехал остался в россии у меня же я не буду про себя говорить у меня же тоже были эти варианты так вот смотрите итак фильм по всей стране проделана гигантская работа но не по россии естественно вот сделаны тысячи проб на глубину примерно сантиметров тридцать врезается в землю достается когда-то такер называлась в другом месте в почве не знаю как называется и берется проба в одном месте в другом сотом тысячном сразу перехожу концовки земля количество бактерий нет нет от количества бактерий зависит плодородие почвы ну кто бы спорил ну кто даже вот они спорить не будут и проделал замеры они пришли к выводу внимание нетронутая почва намного плодороднее чем любая почва которая используется для культурное что такое культурное знаете вот значит слово культиватор от слова культуры ну все понятно да вот что такое культивация в общем любое делали замеры прямо посреди огородов там садах и оказалось что там где не тронутая почва черви делают подземные ходы черви делают арацию вентиляцию канализацию это они черви они вы что сделали они же теперь вон там за ту ограду уйдут еды нету понимаете они с голоду иначе сдохнут они размножаться не буду вот смотрите есть такое понятие профессия я не оговорился палать он не убийца нет у него может быть написано там как-то чуть-чуть ну где-то же есть такие страны где казняты довольно часто мы там не слова палать может там так сказать тот кто приводит исполнение исполнитель там прерыватель жизни как угодно да это среди людей палачи бывают разные они могут быть например добрые это же работа это же это на самом деле если невиновного человека казнят то на самом то деле убийца может быть председатель суда почему потому что ну если он догадывается или уверен что шито белыми нитками дело что потом случайно узнают что убил другой но а чек уже на том свете вот это может быть следователь который довел до этого вывел признание у невиновного и того казнили и такое может быть вот а палач это профессия он может быть добрый знаете сейчас и специально о доброте ведь они же добрые они же тупые но добрые они же считают что не дерево помогают вот эта доброта а теперь представим себе палача почему я сказал и тут-то до меня дошло им дают готовый сценарий раз на не садовод а совет это простенький как пять копеек да и она все это делает я представил себе да представил себе сейчас и ниже покажу вот вот она садит дурь дурь сейчас чуть-чуть посмотрите вот она калечит дерево да вот и калечит 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 я тебе представил картину это очень важно вот на этом я зацикливаюсь чтобы она это услышала заканчивается съемки мотор остановлен все осталось она наедине с этим деревом и вот представьте себе что она заплакала обняла это дерево и говорит простите меня господи бог меня прости потому что ты создал совершенное творение а я их калечу вот зарабатывая эту серебряники вот если бы это бы я бы еще понял бы ее потому что нас многих заставляет так жить многих вот я подхожу они продают саженцы из этого из крыма да все седогина умрут совести у них есть нет неважно она должна заработать на жизнь я плюю прохожу мимо вот а вместо этого нахватавшись а плюс еще перед ней гигантская литература и она берет издает вот такую вот штуку энциклопедия слово энциклопедия как она в это но если бы я здесь у меня сто восемь постулатов да из них сто семь придумано мной вот я я вынужден вернуться на секунду там женщина вот это как ее звали то она мне назвала вы видите что бродский мой учитель ребята так сложилось мы не только не учители мы даже рассуждаем по-разному приемы у нас разные выводы разные вот бродский не это самое не 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 противника просто не признает там ту же вегетативную организацию брод для бродского мечури не авторитет вот и много много у нас разного он не учитель из ста восьми сто семь что сто семь постулатов придуманы мной лично ну некоторое конечно кто-то скажет да вот где-то там сто лет назад прочитал ну может быть в качестве там вопроса может быть кто-то предположение но уже как за столбил я как окончательно вот я ничей не учених вот вот это хотел сказать оброс кого прошу помочь а а что делает да вот а мне это прислали несколько фотографий я про нее знать не знал циклопедия вещь такая тоже энциклопедию вот и что я вижу вот все что вы видите всегда смотрите что она понимает если она взяла вот этой бутылки вот пишет про пластиковые бутылки без дна что она понимает что то что она творит спасает от мышей калече дерево там же теплица натурально вот где она взяла этот саженец этот урод у которого все по обрезано стоило мне набрать смотрите мох на яблонях видите вот дальше показывать это дикий ужас понимаете ну может не все я считается что яблони написал мох на яблони фото вот так вот выглядит такая картинка хотя конечно тут не только не придирайтесь смотрим и вот я взял открыл что дальше читаю вот это очень долго читать здесь объясняется почему на дереве есть мох объясняется поверьте это не причина просто мне поверьте вот это вот эти причины на которые считаются это следствие вначале они калечат дерево и дерево обрастает мхом а в то что с этого способствует пожалуйста вот это страшная огромная страшная ошибка и вот это вот женщина она вот она видели скал то какой-то вот она режет все подряд а потом это еще не все это я то дело в том что она пишет там свои ты или ниже или выше ну короче не надо замазывать ранки там меньше одного сантиметра во первых надо а во вторых замаза не замазывай вот это она не знает она не садовод она не ведает что творит идем дальше вот смотрим читаем вот она не забудьте про садовый вар замазан раны более одного сантиметра почему она так пишет потому что 100 человек и 100 пишет не замазывайте меньше одного сантиметра вы видели других местах это я просто хватают этот телефон а этот фотоаппарат быстро фотографирую потому что идет это как по телевизору идет я научу 10 бесконечно но так стоит тик 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 смотрите с этим разобрались не делайте раны но уже сделали замазывайте самую мелкую вот этот момент вот вот она добралась до обрезки обрезая деревьям повышаем урожайность вот регулируем периодичность сейчас вы видели вот этот мох они работают только с больными деревьями потому что им здорово то негде взять я же был под москвой и вот тогда я не выдержал три книги изданы 1 с курьем 2 еще мизерный тираж скоро станет биселлером а потом станет этим раритетом вот это вот книга в этой книге 108 постулатов вот она новое садоводство видите здесь 108 постулатов 107 из них мои 108 помните я назвал учителем чернышова единственный учителем за то что он мне дал совет берите из нижней третьей ветки но мы к этому еще подойдем так вот ну-ка вспоминайте итак я цитирую сам себя но мне запретил этот самый антон валерьевич сафронов показывать видео почему сбивается текст сам по себе а изображение само по себе речь само по себе поэтому не показываю вспоминайте я хоть день собру железов утверждает следующего фильмах несколько подряд что перекопка почвы перекопка почвы саду подчеркиваю саду это уничтожение уничтожение муравьев червей грибов бактерий вот то что пустя через двадцать десять двадцать лет после меня установили вот бактерии а кроме того еще корней и всей подземной всей подземной это называют подбальные этажи аэрация вентиляция канализация как угодно называйте вот это все уничтожается то есть вы поняли что я первый или не первый но я воюю много лет за то чтобы вы поняли нетронутая почва в саду поэтому и тележка дерна поверх дерна высыпанная чтоб максимально сохранить да посадить дерево надо уже когда дерево посадите она растет этот дом у нее есть крыша прорежать ее нельзя вот посылат номер семь это дерн крыша почвы под а еще есть дерево которая общая крыша является как вашем доме что они в этом понимают вы представляете вот режут 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 и вас научили вот это вот спустя поздравьте меня так вот значит поздравьте меня блестящая работа ученых кажется голландии проворонил начало фильма вот огромная работа и доказательство того первое что это что бактерии это их количество так сказать мерило ценности почвы и искусственная почва всегда выступает нетронутой почве вот я дошел до этого дайте тимна да и потом если я садил деревья в нетронутую почву они все растут как ничем не было корни и листовой я уже не выдержал это почему потому что эта книга точно никому не нужна ее должны изучать в университетах в институтах в академиях в школах вот корни и листовой аппарат имея специальное устройство расположение и программу кроме других задач регулирует режим подвальном помещении почвы какой черту листовой аппарат обрезать идет ливневый дождь вы ветки убрали мозгов нет что через месяц листья появится даже если вы пишете весной надо обрезку делать продаву с дур большинство из вас пишет про осенью ну ладно весной идет линию дождь надо его испарить как можно быстрее наши задохнутся корни вы же его в этом уничтожили все а феи я ведь не просто вас надо новое придумать вам название знаете какое уже не феи а вот те палачи растительного мира крона дерево и уж не выдержал еще один постулат кровать на дерево является еще и крыши дома отводящие дождевые потоки на периферию и для этого образуя из веток и здесь и своеобразную сложную конструкцию а лучше написать индивидуально указывать для направления капель воды в радиальном направлении и дырявить ее по надуманным предлогам значит снова и снова заставлять дерево заращивать специально загущать дыры в кровле а вам где постучать надо если вы этого не делаете вы понимаете человек которого начали видимо редактор заставлял всякую дурь показывать учитывая улыбку и обаяние да а потом осмелится брала этой дурь это же все не такой написано то это же ты один к одному слямзил и получилась энциклопедия еще одна а если там 20 тысяч а если там 50 тысяч мою так книга 1200 экземпляров как я тучу ты сколько людей то это са научила убивать деревья вот это вот та самая книга которую я бы презентовал презентацию страны и нет видели там вот эти как они называются вот они главы куда они тут делись вот они главы 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 это книга особая вот она садоводца двадцать первом веке или книга постулата вот вот это вот кто-то из моих друзей кто-то взял и так просто называется аннотация до начале будущей книги и вот он написал вот валерий красивич осознал одну простую истину если вмешиваться природу делать ровно столько не найдет и больше ежегодная перекопка внесение удобрения прополка рыхления а результат почве истощается но и так далее теперь последняя фразу только выделил никто кроме матушки природы учтите дерево абсолютно сердце 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 дерево абсолютно на исторический я подчеркиваю на сумму это постулат на своей исторической родине совершенно я приспосабливаем да на север переехала берем отрезаем верхнюю половину там где ветра отрезана это самое еще больше отрезаем там где морозы ну и так далее мы немножко вмешиваемся но самое главное что путем долгих наблюдений он понял как можно вмешиваться как делать с минимальным ущербом он не стал переделывать природу им плевать на все им вот они улыбаются калечат улыбается им нужен только рейтинг подобрали две смазливые бабы с длинным языком им плевать на то что я говорю на то что у меня душа болит какой там голову по я говорю на то что у меня есть вот вот вот